Всем привет! С вами Вася из Нью-Йорка и канал про Америку. Сегодня с вами поговорим, какая погода в Нью-Йорке, какие здесь температуры, какая здесь зима, какое здесь лето, осень, весна и прочая веселенькая штука, чтобы не сматериться, не знаю, как сказать. Итак, поехали! Во-первых, что хочу сказать, так как Нью-Йорк находится на берегу Атлантического океана, здесь огромная влажность. Она здесь просто огромная и катастрофическая. И Нью-Йорк находится немножко южнее Сочи. То есть фактически здесь, в принципе, я думаю, погода бывает жарче, если посмотреть по температуре. Но надо учесть, что здесь Атлантика, здесь океан находится, поэтому здесь влажность просто зашкаливает. И плюс из-за того, что здесь океан, здесь погода меняется очень быстро. Погода может меняться просто за день несколько раз. От солнца до ветра и дождя с грозами. Иногда здесь бывают ураганные предупреждения. То есть очень-очень сильный ветер, если по-русски говорить. Несколько раз за свои три года жизни я видел, как ломались ветки деревьев. Такое действительно бывает. В таком случае вам приходит СМС-ка на телефон. Или аларм срабатывает, то есть оповещение на всех телефонах в округе срабатывает. Что скоро ожидается ураган или снегопад. По возможности оставайтесь дома. Ну, в общем, у вас СМС-ки будут приходить, и вы не останетесь в неведении. В таком случае отслеживать прогноз погоды не надо. Что интересно, меня, если честно, это очень сильно удивило. Когда я приехал со своими телефонами из России сюда, и они лежали без симки, без Wi-Fi, выключены. Здесь сим-карта просто не работала, здесь другие стандарты частоты немножко. И не все телефоны здесь работают. Айфоны работают, это я точно знаю. А вот китайские аппараты не работают. Так вот, предупреждение срабатывало, аларм включался даже на китайских телефонах, которые были без Wi-Fi, без сим-карты, и местную сим-карту не поддерживали. Меня это очень сильно удивило. Это факт. Предупреждение на таких телефонах тоже срабатывает. В этом плане я не специалист, сказать не смогу почему. Следующее, это огромная влажность. Так как я, например, родился и вырос на Урале, влажность там никакущая, речка Урал, я считаю, влажности почти не добавляет. Так что из-за местной влажности я первое время в мае ходил в зимней куртке, и я мерз. Здесь другая теплопроводность. Это зоомагазит. Смотрите, хамелеончики, дальше морские свинки будут. Из-за этого я первое время мерз. Какое-то время нужно на адаптацию. Теперь я при этой погоде спокойно хожу или в футболке, или в небольшой кофте. Ну, или в спортивной какой-то такой кофте. Я в спортзал тоже в ней иногда хожу. Но первое время я очень долго привыкал к влажности. И все практически люди очень сильно здесь мерзнут. Здесь по-другому ощущается температура. Все совершенно другое. Она ощущается гораздо сильнее. Если небольшой ветер и минус, то у вас это ощущается просто как дубарина. Ой, смотрите, какой классный. Но дома я бы такой не хотел держать, если честно. Мне уже хватит животных. Мне их жалко, они болеют. Следующее. Это температура. Здесь используются фаренгейты. Вы так легко к ним не привыкнете. Здесь совершенно другая шкала. Но что можно сказать? Что довольно-таки легко запомнить. 100 градусов фаренгейта – это когда у вас сильная температура. Это больше, чем 37 градусов Цельсия. Потому что здесь почему-то считается температура заболевания чуть выше, нежели мы привыкли к этому в России и в СНГ. И 100 градусов Цельсия… Ой, вру, фаренгейта что это? 100 градусов фаренгейта – это когда вы уже серьезно так заболели. То есть на улице 100 градусов фаренгейта в Нью-Йорке я еще пока не встречал. И я сейчас проверил в интернете. 0 градусов Цельсия – это 32 по фаренгейту. А 38 градусов Цельсия – это 100 по фаренгейту. Ну, то есть вы можете, в принципе, привыкнуть довольно-таки. Между 32 и 100 – довольно-таки большая градация. И многим людям она нравится больше. Ну, просто как есть, так есть. Ничего страшного. Я привык, а я далеко не самый умный человек на свете. Так что поехали дальше. Лето. Лето здесь просто пекло. Кто-нибудь смотрел, может быть, в Футураму? Там была серия, где они летом измывали от жары. Так вот, они нифига не обманули. Действительно, так очень сильно жарко. Это правда. Здесь очень много хочется пить жидкости. И я не представляю, каково в июле или в августе, например, в Техасе или в Калифорнии. Насколько там жарко. Если Нью-Йорк, хоть и южнее Сочи, но он находится, если по карте смотреть, довольно-таки высоко в США, ближе к северу. Я не говорю про Аляску сразу. Я говорю про основную часть США на материке. Следующее. Это зима. В Нью-Йорке снег – это нонсенс. Он здесь, если выпадет, то у людей шок. Дети, как правило, не идут в школу, потому что это снег. Это у людей сразу паника, у некоторых наступает. Здесь, мне объясняли водители, здесь запрещено использовать зимнюю резину. Здесь в таком случае нужно одевать цепи на колеса. Ну, вот как есть, так и говорю. Как мне объясняли, так я и рассказываю. Очень необычно видеть, как на автобусах есть такая... Ставят цепь. Кто-нибудь, может, видел в фильмах, как цепи на колеса ставят? Они к центру прикрепляются, эти цепи, и очень довольно-таки крипово выглядят. Представляете, едет автобус, у него вот цепи на колесах. Смотрится интересно. Ну, как есть, так и есть. Разумеется, перед тем, как здесь холодает, посыпает все солью, реагентами, к сожалению, обувь от этого страдает. Многие дома управления, если по-русски, тоже посыпают дорожки солью, и получается такая слякоть, и обувь от этого очень сильно страдает. К сожалению. Поэтому обувь нужно мыть. Но такое, к счастью, бывает крайне редко. Здесь в конце января 29-го числа выпадал снег, так что город встал. Многие магазины были закрыты. Так что снегопад – это нонсенс. Никто, как правило, не идет ни на работу, ни в школу. Но если у вас какая-то неотложная работа, то, разумеется, вы идете на работу как миленький, и всем плевать, что там сугробы. Вы откапываетесь, что не сказал, обкакиваетесь. Откапываетесь, как хотите. Но что есть, то есть. В принципе, вы знаете, для меня, как для человека, который вырос на Урале, такие снегопады ничего страшного себя не представляют. Но этот город, он все-таки южный, если сравнивать с Россией. И представьте, что в Сочи внезапно выпадет огромный снегопад, и сугробы будут прям вот один метр. Ну, вот можете себе представить ощущения жителей Нью-Йорка. Но зима для меня теперь уже теплая. Первое время она была для меня холодная. Здесь, вы знаете, если смотреть по температуре, по ощущениям, здесь иногда трава зеленая и остается. Иногда я в ноябре, в декабре видел, как цветут одуванчики. То есть 0, плюс 2, 0, плюс 2, минус 2 иногда бывает. Минус 2, плюс 2. Причем зима, она бесснежная. Снега здесь нет. Снег, я уже говорил, это нонсенс, это шок для нью-йоркцев. По-английски это New Yorkers. И, в принципе, как в фильмах получается, зима, люди идут теплоукутавшись, а снега нигде нет. Я в детстве думал, ну блин, что у них снег? Как в Нью-Йорке? Они убирают его, что ли, так аккуратно? Да нет, он просто не выпадает, как правило. Поэтому, да, здесь люди ходят, как в фильмах. Снега нет, но все-таки зима, и люди тепло одеты. Потому что здесь большая влажность, и люди очень сильно мерзнут, как правило. И я в том числе. Но этой зимой я зимнюю курку ни разу даже не доставал. Я уже привык видать. Но первое время я дико мерз. Влажность очень сильно непривычная. Здесь влажность просто огромная. Следующее. Что мне кажется здесь насчет зимы? У меня местная зима в Нью-Йорке ощущается, как весна. У меня ощущение, что здесь зима не приходит. Но вот она была буквально несколько дней зима, когда снег выпал, и потом быстро растаял. У меня ощущение было, что здесь все время весна. Осень плавно перетекает в весну. И вот весна, извиняюсь, идет все это время, все эти зимние месяцы. И потом, ба-бам, сразу наступает лето. Мне так почему-то по ощущениям кажется. Здесь я просто не ощущаю запаха весны. Я помню в Магнитогорске капель, там сосульки. Ручейки текут, запах весны. А здесь сразу лето наступает. Здесь запах весны идет всю зиму. Ну, по крайней мере, для меня. И то даже не особо ощущается этот запах весны. Просто как будто бы такое холодное лето. Как будто бы вот-вот снег выпадет. И иногда, да, выпадает. Поэтому для меня в Нью-Йорке весна – это лето. И сразу же наступает лето. Ну и, в принципе, многие люди так говорят. Здесь весны нет, здесь сразу лето фигачит. И даже не знаю, это хорошо или нет. Это просто данность. Что еще интересно? Ветра здесь бывают иногда очень сильные. Это просто офигеть. Когда ураганы ветра, то может у деревьев поломать ветки. Несколько деревьев в городе может упасть стареньких. Такое тоже бывает. Ну, для меня… Когда такой сильный ветер, я, в принципе, стараюсь никуда не ходить. И он, как правило, бывает почему-то ночью. И когда вы уже утром идете на работу или куда-то, вы смотрите, там дерево упало, там еще что-то. Вы в шоке такое идете, думаете, нифига себе, ветерочек был. Причем я заметил, личное мое наблюдение, что ветер, как правило, бывает в определенных районах, где-нибудь возле океана. Я очень часто видел очень сильные ветра или последствия ветров на утро в Нью-Йорке в районе Кони-Айленд или Вест-Эйд, Вест-8, там, где аквариум. Кто-нибудь, если знает Нью-Йорк, то поймет меня. Кто по карте посмотрит, ну, это ближе к океану. И довольно-таки необычно смотрится, когда ветки деревьев лежат. Причем в такой момент, если на балконе у кого-то что-то сушится, разумеется, всякие там нижнее белье, оно может по кустам валяться. Такое тоже бывает. Ну, такое в Магнитогорске я тоже видел. Я помню, когда сильный ветер подул, очень сильно один раз в Магнитогорске. Там сдуло на балконе у всех все, что можно. Потом нижнее белье по кустам, везде люди ходили, собирали. Смотрите, какие манекены. Я каждый раз прохожу, я останавливаюсь и смотрю на них. Я даже не знаю, как прокомментировать. Просто очень необычно. Я в Таиланде нападаю манекены, видел. Это, кстати, станция Шипсхетбэй. Видите, я так полагаю, что здесь зелень адаптировалась к такой погоде, разумеется. И трава зеленая здесь круглый год. Ну, разумеется, это такой сорт травы. Но одуванчики иногда я действительно вижу, как круглый год здесь цветут. Хотя я не понимаю, как одуванчики могут цвести при температуре плюс два. Но как-то они умудряются. Я их видел много-много раз. Очень часто здесь бывают дожди. Нью-Йорк. Кто-нибудь, может, помнит? На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди. Так вот. Да, на Брайтон-Бич часто идут дожди. Ну, в принципе, как и в Нью-Йорке. Я иногда смотрю и думаю, я в Питер попал или в Нью-Йорк. В общем, вот такие дела. Такая погода. В общем, ничего такого фантастического я не сказал. Самая обычная погода. Бывает и холодно, бывает и тепло. Но из-за влажности здесь погода воспринимается совершенно по-другому. И температура ощущается кардинально по-другому. И к этому какое-то время надо привыкать. С вами был Вася из Нью-Йорка. Пожалуйста, поставьте мне лайк. Вы мне очень сильно поможете. Всем пока!